Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. И, как всегда, особенный привет, конечно же, тем, кто находится в прямом эфире. Что ж, наша задача заключается в том, чтобы вернуться, разумеется, в последние торговые сессии этого года с прежней уверенностью в том, что мы все правильно делаем с точки зрения трейдинга на финансовые площадки, проанализировать актуальную ситуацию и, соответственно, принять решение касательно того, как действовать дальше. Разумеется, обо всех валютных активов, на которые мы традиционно делаем акцент в формате каждого брифинга, я сегодня снова о них поговорю, потому что от многих из них зависит, собственно, реализация также многих инвестиционных идей, которые мы уже поставили. Осталось только дождаться того, как они себя отработают. Как я уже отмечал, в 2016 год мы, по сути, входим с заряженным фундаментальным фоном. Мы знаем то, что рынок по-прежнему будет весьма интересным. И поскольку наши инвестиционные идеи традиционно носят долгосрочные подтексты, у нас есть возможность по-прежнему не отказываться от идей, связанных с дополнительными экономическими стимулами со стороны ЕЦБ, продолжением политики жесткого монетарного курса в рамках американского мегарегулятора. Еще у нас будут, конечно же, прежние ожидания, связанные с тем, что без возможного еще одного снижения процентной ставки не обойдется ни Канада, ни Австралия, ни Новой Зеландии. А поэтому каждый раз, когда мы будем возвращаться к тому, что стоит ожидать от этих валютных активов, мы всегда будем руководствоваться идеей того, что, по крайней мере, стоит ориентироваться на возможное снижение процентной ставки и долгосрочно метить на более коррекционные уровни. Хочу также отметить, что сегодня у нас на этой неделе последний брифинг, поскольку сегодня вечером я уезжаю в Киев. Если вы следите за новостями нашей компании, знайте то, что завтра у нас там состоится большая конференция, где в качестве спикера буду выступать я. Тема – это психология трейдинга, анализа позиционирования, деятельности маркетмейкеров, что очень важно сейчас, потому что мы после событий Европейского Центрального Банка уже делали акцент на то, что на рынке присутствуют как раз серьезные маркетмейкеры, смарт-трейдеры, которые лоббируют собственную позицию и отстаивают свои интересы. Поэтому очень важно сейчас, конечно же, их распознавать, ну а для того, чтобы их распознавать, нужно уметь читать поведение толпы. Кстати, помогает это делать индикатор рыночных настроений Кайман, который вам доступен в личном кабинете компании Амаркетса. Собственно, об индикаторе мы также поговорим. Если есть возможность территориально, конечно же, у вас присутствовать на этой конференции, буду рад вас всех видеть. Что касается конкретного адреса и времени, вы можете найти эту информацию на сайте. Но в понедельник снова вернемся, соответственно, и с брифингом, и с правильным понедельником – вебинаром, где мы подведем итоги этой недели, потому что это очень важно будет, поскольку у нас выпадает торговая сессия четверга, опять же, по той причине, что я чисто физически просто не смогу присутствовать, опять же, здесь в Москве на эфире. Но в пятницу мы все наверстаем, точнее, в понедельник, и не упустим ни одного, соответственно, фундаментального фона, ни одного серьезного события. В общем, преемственность сохраним и продолжим двигаться дальше. Но теперь давайте переходить все-таки к тому, что у нас есть сейчас и с чем мы продолжаем работать. Начнем мы традиционно с нефти. Бренд на текущий момент находится на отметках 36.43. То есть, в целом, минимальные уровни, если раньше мы констатировали то, что это минимальные значения со 2008 года, то сейчас мы имеем дело уже с более серьезным таким прецедентом в формате времени. И это минимальные рубежи, по сути, поддержка, которая сейчас значится на уровнях, характерных для 2004 года. За последний месяц бренд потерял больше 20%, и это самое серьезное снижение в рамках одного месяца с 2008 года с краха Lemon Brothers. Я очень люблю делать акцент на этом событии, потому что, по сути, именно оно подстегнуло тот кризис, который разворачивался в этот период, и, соответственно, стало причиной очень интересных тенденций на рынке не только валют, но и, прежде всего, товарно-сырьевых активов. И особенный акцент здесь можно сделать на золото. Что касается нефти и тех дополнительных факторов, новостных поводов и сообщений, которые сейчас нужно, опять же, докладывать в качестве такого аккумулирующего эффекта в тот пул идей и аргументов, которые мы используем для дальнейшей разгрузки, нефти то таковы и есть. Во-первых, это аномально теплая погода, которая характерна не только для российского региона. Это реально проблема глобального характера. А, соответственно, при, скажем, несоответствии сезонному фактора и нужному потреблению и спроса, у нас есть уже локальный, временный, такой форс-мажорный фактор и обстоятельства, которые указывают на то, что из-за снижения спроса на мазут и, соответственно, нефтепродукты будет параллельно падать и стоимость на нефть. Это еще один фактор. Ну, конечно же, и без этого было достаточно аргументов для того, чтобы распродавать позиции бренда. Но мы видим то, что сейчас против нефти буквально в смысле все. Поскольку, наверное, с какой бы стороны мы ни зашли, мы находим дополнительный негатив для разгрузки этого актива. Растут объемы производства. Если раньше мы говорили про то, что это характерно для Соединенных Штатов Америки, ну, в целом, глобально, не в формате, к примеру, месяцев, но кварталов уж точно. Это явно характерно для ближневосточного картеля, потому что на этом инфоповоде мы останавливались детально. Еще раз напомню то, что квота сохранена на прежнем уровне, но фактически объемы полномерно растут. И мы реально можем в 2016 году выйти уже на показатели 33 миллиона баррелей в сутки. Тем более, что мы знаем, что Иран, даже несмотря на такую непреклонную позицию Саудовской Аравии, не собирается сворачивать с курса, который направлен на задействование всех производственных мощностей и повышение выработки. Поэтому гиперизбыточное предложение, оно таковым и остается, оно только усиливается. Норвегия увеличила объемы производства в Северном море за счет разведывания новых месторождений. Да и плюс ко всему еще Великобритания сообщила о том, что в первом квартале 2016 года они повысят объемы производства нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Это прирост к основному показателю не на 1, не на 2%. Чтобы вы прекрасно понимали, это сразу скачок больше, чем на 12%. А значит, мы будем иметь дело с новыми уже фактическими объемами перепроизводства, что на фоне недостаточного спроса из-за слабости мировой экономики, прежде всего Китая, сохранит в фарватере наших идей, по крайней мере, ключевой посыл для того, чтобы продавать дальше и бренд, и, соответственно, WTI. Ну, что касается, опять же, соответствия двух нефтеактивов, бренд и WTI, здесь стоит отметить еще решение, опять же, Соединенных Штатов Америки, раскупорить свои запасы и, соответственно, начать поставки на экспорт. Это запрет, который действовал на протяжении 40 лет, это решение теперь принято. И после его принятия, вы, наверное, заметили то, что ранее присутствующий спред в показателях стоимости активов WTI и бренд, он, по сути, был нивелированный, сейчас они находятся в таких на парикетных значениях. Это ничего, конечно же, для нас не значит, но единственное, что проще будет анализировать, не нужно будет делать акцент на какой-то отдельный актив, мы понимаем то, что сейчас соответствия у них практически стопроцентные, и эта корреляция будет сохраняться. А значит, если говорить про перспективы нефти, можно, например, обсуждать бренд, и ясно, что и WTI себя также ведет, ну, а бренд для нас представляет еще интерес, потому что мы параллельно говорим еще про позиции и перспективы российской валюты. Еще, что касается нефти. Морган Стэнли, я вот в последний год наблюдал за их прогнозами, потому что в период с 2012 по 2014 год они, скажем, не давали маху в оценках перспектив этих активов, ну, прежде всего, товарно-сырьевых и нефти. И я ориентировался на их ожидания, собственно, они полностью были оправданы, соглашался с ними, конечно же. Сейчас прогноз Морган Стэнли, если еще, скажем, два месяца назад предполагал, что цены на нефть смогут оказаться выше 55 долларов за баррель, сейчас эти прогнозы уже поехали, и Морган Стэнли полагает, что в лучшем случае, когда стоит ожидать того, что рынок углеводородов оклемается, это не раньше 2017 года. Но я думаю, что эти прогнозы также будут еще отмещены, потому что 2017 год – это также не тот ориентир временного характера, на который сейчас стоит поглядывать и в надежде на то, что нефть сможет восстановиться. У нас нет ни одного сейчас фактора, который позволяет надеяться на позитивный, на возможность позитивного сценария, возможность нахождения тех аргументов, о которых можно будет отталкиваться и якобы поднимать. Нефть со дна. Нет этого. Мы продаем нефть и, соответственно, знаем то, что новостной фон дает нам массу возможностей для того, чтобы делать это и, может быть, даже делать с еще большей уверенностью. Ну, что касается непосредственного трейдинга, напомню, что мы пока находимся вне рынки. Это больше, скажем, то, что я до этого сказал, характерно для тех, кто не закрыл сделку по тейк-профиту в районе 40, но сейчас профит еще более, соответственно, на порядок выше. Но все равно стоит еще поддержать этот актив. Для тех, кто ищет сейчас возможность для сделки, давайте дождемся все-таки локального отката, учитывая то, что на протяжении последних нескольких недель мы только снижаемся вниз, соответственно, риски того, что выпад может быть, они сейчас значительны. И вот после того, как мы увидим проторговку вверх, тогда и будем занимать уже новые короткие позиции. В частности, еще вчера вышел отчет по запасам нефти, по АПИ. Запасы снизились, вопреки ожиданиям, признаться. Но будет ли это тенденцией? Вопрос времени. И если опять же говорить про возможности каккосрочного выпада, сейчас, если нефть все-таки хочет засыпиться за какие-то хотя бы малейшие факторы, появляющиеся на рынке для роста, показатель АПИ, это как раз достойный фундамент, от которого можно оттолкнуться. Да и доллар еще, собственно, не торопится сейчас демонстрировать все свои амбиции на рост. Мы видим то, что на рынке Форекс ликвидность недостаточная и не видим волатильных торгов, на которые мы делали ставку, которые мы ожидали. Поэтому это также возможность для нефти хотя бы попытаться закрыть год не так плохо, не на тех критических и минимальных значениях, на которых она торгуется сейчас. Далее идем. Пара доллар-рубль. 71,05. Если, опять же, воспользуемся нашей традиционной практикой конверсии, определения стоимости, рублевой стоимости барреля нефти, получается, что при умножении, соответственно, актуальной котировки на премаркете 71,05 на фактическую цену 36,40, может быть, сейчас чуть повыше, получится 2588. Когда у нас был рубеж 2650, я думаю, что меньше, наверное, уже и не увидим. 2588 говорит о том, что меньше – это уже реальность, а значит, наше ожидание того, что девальвация продолжится, они заряжены, наверное, с еще большей убедительностью, потому что это чистая математика и это показатель достаточности для российского бюджета. За последние несколько недель российская экономика не смогла похвастаться появлением триггеров и драйверов для роста экономики через высокотехнологичное производство. Этого нет, экономика остается сырьевой, и поэтому мы проводим такие простые, понятные, логичные параллели, отталкиваясь от актуальных цен на энергоэсурсы и определяя перспективы для этого российского валютного актива. Ждем еще большего ослабления, я думаю, то ли еще будет. У нас впереди первый квартал 2016 года. Если у вас, опять же, был интерес такого более высокого порядка к перспективам рубля, я думаю, что вы уже пошустрыли в интернете и, наверное, смогли найти ориентиры, которых придерживаются многие экономисты, и эти ориентиры связаны с тем, что следующим значением реально может оказаться сопротивление в районе 75 против американца. Но пока я замахиваться так высоко не буду, давайте ориентироваться на следующий уровень, это 72. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Евро, видим, демонстрирует характер, реально противостоит американскому конкуренту, силе американской валюты и никак не хочет реально мириться с тем статусом Муцайера, который сейчас должен был бы для нее быть характерным. Мы ориентировались на заключительное предновогоднее ралли перед Рождеством. По сути, у нас осталось две полноценные торговые сессии. Видим то, что ралли особенно не торопится демонстрировать те волатильные торги и ту динамику, которую бы нам хотелось видеть, но еще, как говорится, не вечером. Сегодняшняя торговая сессия, торговая сессия четверга, но могут быть, конечно же, и сюрпризы. Давайте теперь коснемся европейской валюты в плане того, что сейчас стоит торговать этим инструментом. Это новости, конечно же, европейского происхождения, в частности, в начале этой недели вышли данные по индексу цен производителей Германии. Мечный показатель так и остался на отрицательной территории минус 0,2%. Это плохо, потому что индекс цен производителей это предвосхищающий фактор, указывающий на возможные будущие показатели по инфляции. Если мы видим риски для показателей индекса потребительских цен ведущего локомотива валютного блока, значит, делаем простую, скажем, параллель, связанную с тем, что эти риски будут транслироваться и на показатели инфляции в рамках еврозоны. Кстати, говоря про индекс потребительских цен всего валютного блока, у нас было достаточно рисков, указывающих на то, что он будет находиться под давлением, и каждый раз, когда мы возвращаемся к идее, опять же, возможности более агрессивного актива, мы отталкиваемся именно от крайне низких значений инфляции. Наверное, еще более определяющим фактором для текущего состояния инфляции является даже не только показатель индекса цен производителей, но еще и актуальная ситуация на рынке энергоресурсов. Поскольку я уже сделал, опять же, ацент на то, что мы сейчас находимся с нефтью на 11-летних минимумах, понятно то, что эта составляющая будет приводить к снижению цен на товары, поскольку, разумеется, снижаются затраты из-за низких цен на сырье, и в целом это будет еще больше катализировать снижение показателей по инфляции. И в первом квартале 2016 года, как я уже отмечал, хотелось бы, конечно же, на это надеяться, мы вернемся к более агрессивной спекуляции, связанной с потенциальным коррекцием главного валютного риска, потому что для этого будут все основания. Что касается текущей торговой сессии, сегодняшних торгов, если смотрели экономический календарь, то заметили, что очень много важных отчетов американского происхождения. И, разумеется, если статистика поддержит доллар, она должна поддержать, потому что доллар в последние дни уже достаточно потерял, ему нужно показать, собственно, характер всем тем, кто ставит против него, но, разумеется, стоит уважить тех, кто верит в его будущие перспективы. Поэтому, думаю, сегодняшнюю статистику с большей долей вероятности он сможет использовать для роста, и если это произойдет, рисковые инструменты опять будут находиться под давлением. И параллельно, не забывайте, про присутствующее такое, скажем, определение для дальнейших целей по паре евро-доллар. это очевидный контраст не только монетарных политик, но и даже спреда доходности между, соответственно, немецкими бумагами, которые определяют, опять же, состояние долгового рынка всего валютного блока и американскими трежей. Этот спред растет и он растет в пользу, разумеется, американских бумаг, что подстегивает интерес к долларовым активам и будет позиционно, долгосрочно оказывать поддержку американцу и теснить позиции рисковых инструментов. Поэтому от продаж евро-доллара не отказываемся. Наблюдаем сейчас за европейской валютой. Думаю, что вероятность того, что пара закроет год выше уровня 1.0950 крайне низка. Это будет значение пониже. Но и текущие уровни, как я уже отмечал, стоит использовать для тех трейдеров, которые еще думают торговать евро или нет, как отличную возможность, подаренную, по сути, как новогодний подарок для того, чтобы начать солить европейский актив с очень комфортных и привлекательных ценовых значений. Наша идея была селл-стоп с уровня 1.08, тейк-профит 1.05, стоп-лосс 1.09. Предлагаю подтянуть отложку до уровня 1.0850, тейк-профит и стоп-лосс оставить на прежних значениях. То есть, у нас сразу возросла привлекательность этой сделки, потому что соотношение уже больше, чем 1 к 3. Далее идем фунт против доллара. Фунт реальный аутсайдер и спасибо британцу, потому что если по другим идеям мы ждем еще реализации наших профитных, достижений собственно наших профитных значений, то фунт поднимает нам настроение, потому что мы видим, как британец скорректируется. У нас была идея селл-стоп с уровнем 1.4880, тейк-профитом в районе 1.4750, стоп-лосс 1.4920. Эта идея актуальна, но единственное, что мы уже в рынке, актуальная цена 1.4830, профит уже 50 пунтов. Думаю, что мы сможем добраться до нашего профитного значения, потому что сейчас очень многое указывает на то, что наша ставка, которая была сделана на слабости британского фундамента, она прекрасно себя отрабатывает, потому что сейчас трейдеры реально хватаются за любую возможность, чтобы как следует распродать фунт. Вчера вышли данные по по состоянию бюджета и прежде всего по динамике заимствований, очисленных заимствований государственного сектора. Если, опять же, была возможность понаблюдать за конкретными цифрами, вы смогли заметить, думаю, что заимствования увеличились по сравнению с прошлым месяцем больше, чем в два раза. Это говорит о том, что британская экономика переживает серьезные системные проблемы, и эти проблемы характерны для бюджета. Я думаю, что ключевая причина это снижение экспорта, а о снижении экспорта мы говорили в, скажем, контексте, или даже, лучше сказать, через призму сильной национальной валюты, сильного фунта. Что нужно делать? Разумеется, нужно ослаблять британца и делать это как можно быстрее, потому что мы готовимся к очень серьезному, затяжному ослаблению евро, и в случае ослабления европейской валюты, понятно, что конкурентоспособность британских производителей, для тех, для которых еврозона является ключевым рынком сбыта, она будет находиться под ударом, и чтобы не допускать, скажем, вот этого, допускать такой реальности и претворения в жизнь такого сценария, нужно действовать на опережение, это реально проблема Банк Англии, потому что они действуют только постфактом, но я думаю, что, может быть, последние тенденции их научили, сейчас они будут принимать все возможности для того, чтобы до слабости евро сознательно сделать курс национальной валюты ниже, чем текущее значение, поэтому мы полномерно идем вниз, напомню, что наша цель 1.47.50, я думаю, до нее доберемся, но это также будет еще не предел, потому что у нас постепенно, скажем, на повестку выходят уже и политические риски, к которым мы вернемся уже в первом квартале 2016 года. Далее идем, доллар японская иена, актуальная котировка 121.02. Здесь понятно, что доллару нужна поддержка со стороны национального фундамента, и эта поддержка реально может прийти. Во-первых, у нас вчера были очень сильные данные по ВВП, 2% против прогноза, 1.9. Сегодня у нас заказан товар длительного пользования и динамика личных доходов и расходов. Очень серьезный фундамент. И то, что вчера мы увидели хорошие цифры по экономическому решению, еще раз указывает и напомнило по крайней мере всем участникам рынка, что ФРС не просто так приступил к нормализации денежно-кредитной политики. И то, что этот цикл постепенного повышения процентных ставок, он будет сохраняться и дальше. Мы надеемся увидеть четырехкратное повышение ставки в 2016 году. Но даже вот этих ожиданий, как я уже неоднократно отмечал, если мы не увидим даже по факту четыре серьезных шага по разгону крокосрочных ставок, а их будет меньше, достаточно того, что вектор на ужесточение монетарной политики он уже взят и этим курсом ФРС продолжит двигаться дальше. Поэтому в связи с этим привлекательность доллара будет только расти, а вот его конкурентов будет снижаться. Тем более, что по Банку Японии мы все-таки пришли к выводу о том, что последние изменения монетарной политики связаны через расширение ассортимента покупаемых активов, в частности облигаций и акций на японском фондовом рынке с разными сроками погашения, а потом увеличение программной покупки фондов ETF до 300 миллиардов йен. Это все указывает пользу, опять же, вынужденных реакций через дополнительные меры экономического стимулирования, направленных на постепенный разгон уровня инфляции. Но инфляцию не удается разогнать. Давайте говорить также уже по факту, с чем мы имеем сейчас дело. Поэтому без самого серьезного шага, который также отказывается сейчас запускать и Европейский Центральный Банк, то есть расширение программы количественного смягчения, которое уже действует. Я думаю, что инфляцию не удастся поднять. Поэтому мы настраиваемся на еще один шаг по экономическому стимулированию со стороны Банка Японии и он также уходит у нас на 2016 год. Поэтому USD иена здесь сила американской валюты и потенциальной слабости японского актива. 125 по-прежнему ориентируемся на это значение. USD кат наша цель 1.40 хай 1.39 98 Вот представляете нескольких пунктов нам не хватило до него добраться. Сейчас 1.39 18 Но я думаю, что канадец еще сможет подарить нам все-таки возможность для того, чтобы поймать вот этот всплеск интереса к паре USD и закрыть вот эту недостающую часть в приросте до нашей цели 1.4 Что может этому поспособствовать? Я думаю, что сегодняшние данные по ОВП и ронечной продажи. Ронечная продажа Ладно, все-таки рождественский период наверное статистика будет хорошая. Но что касается ОВП не думаю, что мы увидим хорошие цифры. Напротив, стоит надеяться и рассчитывать на еще один слабый экономический отсчет и вкупе с низкими показателями по инфляции со снижением цен на энергоресурсы у нас как раз вырисовывается потенциальный драйвер для достижения пары USD как раз наши цели 1.4 Далее по валютным парам OutUSD все без изменений несмотря на локальный прирост который характерен сейчас для европейского тоже ждем уровень 0.70 NZD USD 0.65 по-прежнему долгосрочный ориентир USD с висей это паритетное значение актуальная котировка по паре USD с висей как раз 0.9883 советую присоединиться к этой идее потому что да, паритет остается чуть больше 100 пунктов еще можно их соответственно поймать из важных отчетов как я уже отметил сегодня мы осмотрим за массой релизов из США личные доходы личные расходы в частности доходы можно будет также интерпретировать и закладывать показатели по инфляции если увеличится значит будем иметь дело уже в январе с может быть еще одним приростом по индексу потребительских цен что станет еще одним фактором для роста американца и статистика по ВВП как Канады так и еще и по английскому региону здесь я также ожидаю еще один слабый отчет и еще одну возможность чтобы добраться до нашего профильного ориентира в районе 0 а 47 50 собственно на этом все большое вам спасибо за внимание если есть вопросы традиционно можно задавать их на нашем специальном канале на ютюбе но либо использовать до этого форма маркетса и специальный аналитический раздел спасибо всем присутствующим в прямом эфире и еще раз напоминаю увидимся мы с вами в следующий понедельник где также традиционно подведем итоги последних дней поэтому хорошего торговой сессии и хорошего завершения этой недели но и с приближающимся Рождеством которое в этом году выпало на пятницу всего доброго до свидания отбираем отбираем аппетита на пятницу